И доброе утро, друзья! Вы на канале Власенко Life. Меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. Я уже третий год живу в Польше и помогаю людям с разных стран с миграцией в эту страну. Завезли детей. Первым делом заезжаем на заправку попить кофе. Сразу вас информирую. Бензин у нас по 6,62, дизель по 7,65, а газ по 3,73. Сейчас попьем кофе и будем планировать сегодняшний день. Я там записывалась за правду кімнати. Вы написали, что их нет. Так что вы понимаете, что кімнати в хорошей цене в центре Познания. Они идут за 5-7 минут и их полностью уже нет. Подписывайтесь на мой инстаграм, будете в курсе всех новинок раньше и квартир. Так как видео монтируется и идет какая-то небольшая задержка, то у Тани в инстаграме вот здесь будет инстаграм. Даже вчера мы имели очень большую хорошую квартиру и в инстаграме только выкладывала. 2-3 минуты и все, квартиры не было. Так что все швидко. Так что подписывайтесь. Скажи еще, какой курс. Курс чего? Гривней. На рассчитывание? Да, ты каву купила за гривень. И мы купили каву 704. Это в монобанку. На рассчитывание безнольный по 704. Все, допьем кофе и будем планировать день. И сразу начинаем работать. Едем смотреть квартиру для трех девушек без детей, без животных. И какие-то такие несчастливые девушки, вроде как кейс, то нормальные, такие должны брать. Но на какую квартиру не приедем, постоянно сдают кому-то другому. Надеемся, что эту заберем уже для них. И вот такой вот домик. Парковочка сразу под домом. Садик. Нормальный райончик. Ну и посмотрим, получится ли снять. Так, приехал товарищ, привез еще один на Казианаем. Договор поручительства. Я пока с ним общался, то Таня вышла, не могла меня найти и уехала домой на такси. Сейчас подъеду домой и уточню, что там получилось сдать или не получилось. По квартире собственник сказал то, что остальным покажет и даст нам решение. А мы пока идем в банк польский. Есть информация, что ПКО принимает гривну. Есть наличных пару тысяч гривен. Посмотрим, сможем ли мы их поменять, по какому курсу. В этом отделении не меняют, но нам сказали подъехать в другое. Сейчас будем пробовать. Итак, зашли в банк. Да, гривну можно поменять. Курс 0.14. Надо открыть счет. Но я переспросил, если у меня уже есть счет на взлотых, то надо ли открывать. Она говорит, нет, не надо. Но там такая очередь. С 6 утра занимают. В 8 открывается банк, они в 6 уже стоят. А мне не горит, поэтому поменяем позже. Ну, в общем, сегодня такой лайтовый день. Завез нашего Дэна и этого ребенка с семьи беженцев, которые у нас живут на стрижку. Тоже к украинке знакомой. Сейчас еду домой. Таня на 8 посмотрит еще одну квартиру для девушек. Я, может, поеду еще попрыгаю на батутах. А может, и не попрыгаю. Если Таня скажет ее везти на квартиру, то не поеду. И, наверное, вот так вот сегодня лайтовый день. Особо не загруженный проходит. Не получилось уже отдыхать. Отвез еще Таню. Сейчас у нас 8 часов на просмотр еще одной квартиры. И сейчас выйдет, расскажет вам, что из этого получилось. Ну, расскажет. Здали мне квартиру. Капець, короче, на рынке, на Йежице, в самом центре. Мы сняли за 2000 злотых квартиру. Взагалі, и с Витлом с газом полностью за всем. Ну, это просто пушка, бомба, ракета. Підписали уже договор? Завтра підпишем договор. З кауцю уже лишили. За 3 месяца сверху оплачем. Это нашу идеативу, потому что хотели квартиру. Я была первая. И первой знали. Там, до речи, мы смотрели квартиру. И там есть такое лешко, интересное, дитящее. Снизу шафа такая, столик. И сверху такие сходинки, дробинка. И там кровать такая классная. А мы же приезжаем в новую квартиру. Я думаю, что мы ее купим. Гарная цена, он предлагает. Ну, я с человеком все порадуюсь, покажу. И давай купим. Ну, все, окей, домой? Да, домой. Все, погнали домой.